Двхаб.ру Педиатр у нас с вами относительно укомплектованность еще есть, плюс было принято решение, что после окончания института должны попадать в первичное звено. Приказ «Е» существует, но он, конечно, в моем понимании не совсем корректный, не совсем правильно прописан, потому что под первичным звеном подразумевается непосредственно врач-педиатр, либо врач-терапевт, которые должны работать непосредственно, так сказать, на земле, на участке. А врачом-терапевтом, врачом-педиатром в стационаре врач, уже получившую такую подготовку, работать не может. Поэтому по окончанию института, когда студенты распределяются, принимают решение, то есть они должны уже, так сказать, на пятом-шестом курсе определиться, кем они будут, и, исходя из этого, получать подготовку. Потому что раньше подготовка у нас была с вами в виде интернатуры, в виде ординатуры и, естественно, первичная специализация, переподготовка, отработав, допустим, там какой-то промежуток времени в участке, либо же по состоянию здоровья, либо же главный врач лечебного учреждения, зная, какой у них дефицит кадров, ну, допустим, там, ну, образно говоря, педиатров, вот у нас, это все-таки комплект, и доктора потом работают и говорят, мы хотим получить специализацию. Раньше это было проще, то есть я мог, отработав, там, 2-3 года педиатром, либо терапевтом, потом пойти, и в зависимости от того, какую специальность я хочу получить, хирург, анестезолог, там, травматолог, невролог, ну, лор-врач, ну, допустим, в специальности хирургического профиля, отчасти, либо, допустим, такого терапевтического профиля, то можно было и переподготовку пройти в среднем от 4 до 6 месяцев, в зависимости от того, какую специальность я хотел бы выбрать подготовку узких специалистов, потому что упразднили интернатуру, и практически у нас с вами получалось, что всех специалистов можем готовить только через ординатуру. Поэтому выходит, значит, такая вилка, что ли, что когда мы приезжаем на распределение, и перед нами сидит студент, который заканчивает институт, мы это, не знаем, к чему у него лежит душа, вот он просто приходит на распределение комиссии, говорит, мне надо, вот, я хочу такой-то, такой-то специальностью владеть. И я, как не знаю, что он из себя представляет, должен, допустим, принимать такое решение и производить, ну, либо это на бюджетном цикле, либо это на хозрасчетном цикле, ну, а здесь, допустим, там не хватает места, естественно, значит, учебное учреждение может оплачивать, но это уже отдельная песня, в том плане, что на 2 года, значит, он, после окончания института, мы кота в мешке практически отправляем на учебу. Какой из него специалист получится, я не знаю, никто не знает, и он сам не знает, но условия игры сегодня такие. При относительном, так сказать, благополучии и наличии специалистов, сегодня я никого не могу переучить. Вот мы знали, допустим, что у нас там невропатолог у нас проучилась по старой схеме, еще год она вот училась и отработала, но потом сейчас находится в декретном отпуску. Во-первых, надо знать, кого, в смысле, должен быть в наличии врач, который желал бы, допустим, поменять специальность. И вот когда у нас сложилась ситуация в свое время, что мы потеряли практически в течение двух лет сразу двух специалистов, по неврологам мы сегодня говорим, да, значит, получилось так, что, во-первых, не было, кого учить, потом появился доктор из педиатров, изъявилось желание, и она уже ехала на учебу на целый год. Сегодня, когда мы, значит, уже знали, что, допустим, наш доктор собирается, там, зарядечкой, жать будет, вот, и мы знаем, что это потеря на годы на три, как минимум, да, с учетом того, что... Изъявил желание доктора один еще поучиться, подготовиться по дальней специальности, но когда уточнили, что уже подготовка может быть только через ординатуру, естественно, человек, имеющий семью, имеющий детей, имеющий мужа, значит, и плюс еще, не надо забывать, немаловажно, что она еще и зарабатывает, имеет среднюю заработную плату определенную, садится на ученическую стипендию, несколько там, 10-12 сотни тысяч рублей, и самое главное, оторваться от семьи на два года, но не каждый муж, не каждая жена отпустит своего супруга на такой длительный срок. Поэтому в здравоохранении, мы об этом говорили, что, пожалуйста, пожалуйста, давайте вносить изменения, но ввоз пока и не там, никакой корректировки, может быть, лобби там какой-то, что институтом здорово, что у них там студенты рабочие, и пока что не работают, но нам-то, по практическому здравоохранению, человек, отучившийся два года, и потом идти впереди, опять же, допустим, вот мы считаем, что мы сами, первичные. Умите, ведь неврология в большинстве случаев, особенно в детском возрасте, это плановое состояние, то есть можно, так сказать, подождать, потерпеть, и потом, значит, действительно есть ряд клиник, куда можно съездить посмотреть, поглядели, вот, и вам дают назначение. И опять же, Татьяна Санна, долгих, которая, опять же, не рекламу, упаси Боже, но посмотрите, вот я понимаю, что у нас с детьми работают два специалиста, долгих и певторак, да? Есть же еще ряд, допустим, специалистов, допустим, хотя нет, в руках, наверное, Барганюк тоже работает. То есть есть у нас специалисты, но просто, я говорю, что за счет того, что появилась коммерческие структуры, которые просто-напросто перетянули на себя этих специалистов, и забрать их, этих структур, никак не представляется возможно. ДВХаб.ру